Для вашего назидания прочитаю я небольшой отрывок из беседы святителя Иоанна Затаустова «Пример покаяния». Это говорится о покаянии неневитян из книги пророка Ионы. О, удивительное чудо! Страшно людей, но вожделенное ангелом! Представь себе и со мной многое множество мужей и жен, детей, облегшихся во вретище, собравшихся вместе, оставивших обычные занятия и человеческие дела. Представь, что никто ничего не делает, и все вместе высылают молитвы, плач и вопль к небу. Представь исчезнувшим неравенство между господами и слугами, между начальниками и подчиненными. Представь царя в таком же одеянии, находящемся среди народа и совершающего служение Богу, как какое-либо государственное дело. Это слово дошло, говорит до царя Неневии. «И он встал с престола своего и снял с себя царские облачения свое, и оделся во вретище и сел на пепле». Книга пророка Ионы, 3 глава. «Раны пурпура он врачует вретищем, грехи трона ощущает сиденьем на пепле, болезнь гордости врачует скромностью одежды, постом раны роскоши». И, показав это самым делом, он побуждает всех к таковому же усердию через особое объявление. И повелел провозгласить, чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, и не ходили на пастбище, и воды не пили. 7 стих. «И чтобы покрыты были вретищем люди и скот». 8 стих. «О небесный строй! О воинство, приводящее в страх демонов!» «Горько стало дьяволу, когда он увидел все свое войско, обратившимся к Богу и воюющим с демонами. «Когда в эту борьбу вступили и дети, и жены малолетние, дети вместе с взрослыми, когда бессловесные животные в качестве соратников были привлечены к воинскому строю. «Дерзайте, неевитяне, дерзайте! Человеколюбивый царь воюет с нами!» «Только победив упорных своих врагов, он, оставив гнев, делается благодетелем». «За словами следовали соответствующее дело, пост, вретище, усердно молитва, слезы, удаление от зла. «Вопияли, — говорит, — прилежно к Богу, и обратился каждый от пути своего лукавого и от неправды, сущей в руках их». То есть не просто постовали, а прекратили все лукавые дела свои. Не просто читаем, а каждый должен... Пост, начинается пост. То пост не только воздержание от пищи, я не буду есть мясо, молоко там. А наипаще всего, говорит, это воздержание от лукавых своих дел. Другое одно из беседствителей, он зато устой, говорит, «Если бы ты каждый пост ставил перед собой задачу, я в этот пост отстану от этого греха». То представь, сколько уже прошло постов в твоей жизни, то от скольких грехов могли бы мы отстать. Поэтому пост не только воздержание от пищи, а главное — это назначение поста. Это духовное его значение, а не телесное. Говорят, пост полезен для телесного здоровья. Церковь, когда устанавливала эти посты, святые отцы, то имели не здоровье телесное, а здоровье духовное. А если будем мы поститься и делать лукавые дела, то пост этот, он ни во что будет. Обращаются к любомудрию, к самым высшим вопросам любомудрия. И венец добродетели делает основанием добродетели. «Каждый старался исполнить великое доброе дело, всего более угодное Богу. Видели начавшуюся войну небо с ними и укрепили себя добрыми делами, как стену». То есть добрые дела. Нужно различать добрые дела. Доброе дело можно, как говорится, помочь человеку в его грехе. Считаем доброе дело. Я помог человеку. Но добрые дела, которые угодные Богу. Вот это добрые дела. Других добрых дел нет. А угодно это дело Богу или нет? Сверкавшим вверху молниям они противооставили внизу молитвы и прошения ударом грома звуки песнопений. Пост сделался для них крепкую башню. Потоками слез омыли множество грехов. Врагов сделали друзьями, чтобы примириться с Богом. Сами оставили гнев на оскорбивших их, чтобы прекратить гнев на них. Владыки. Книгу долгов разорвали здесь, чтобы там получить отпущение грехов. Дали рабам свободу, чтобы самим освободиться от наказания. Делились с бедными имуществом, чтобы сделать безопасным свое достояние. Бросив роскошь, держались с воздержания. Избегая своеволия, полюбили скромность. Возненавидев кичливость, приняли все вид скромный и печальный. Занимавшиеся торговлей, договорами и всякими делами, служили Богу. У всех был один предмет забот – спасение. Все богатые и бедные стремились и хлопотали об одном – о сохранении жизни. Потому что было сказано, что через три дня Неневия будет разрушена. Все, не относящиеся к этому, оставлялись, как бесполезное и худое. Неизвестно было спасение и как желаемое было предметом усердного искания. Не надеялись на успех покаяния. И как желающие жить, все целы отдались всякому доброму желанию. И всемогущее покаяние, о всемогущее покаяние, совершается оно на земле и приводит перемену на небесах. Так и мы, возлюбленные, покаемся. Так и мы будем поститься, прицедим к посту добрые дела. Не будем делать худого, убоимся угрозы гиенны. Будем путем покаяния, будем стремиться получить от Бога спасение. Аминь. Придя домой, когда успокоит, прочитайте это повествование из книги пророка Ионы. Слава тебе, Боже, слава...